Какие небольшие волоски или волокна? Каждое волокно имеет периодически полую структуру. То есть не полностью полое, как макаронина, например, а периодически полое, которое напоминает, ну, условно скажем, сардельку, например. Именно поэтому наш материал предусматривает наличие тех свойств, которые связаны с полной структурой нашего материала. Холлофайбер. Холлофайбер это, как это ни парадоксально, русское слово, русский нейрологизм, составлено по такой же схеме, как и самолет, вертолет, но только с английскими основами. Холлофайбер. Мы просто творчески соединили эти два слова и получили слово. Холлофайбер, который люди слышат впервые и удивляются, а после этого настолько прочно входит это слово в сознание, в память каждого человека, что второй раз нам объяснять уже не приходится. Слово термопол, название нашего предприятия тоже не случайно. Термополотно. Полотно, скрепленное термическим способом. Во всех наших материалах, которые представлены и на этой выставке, и которые мы поставляем на другие рынки, во всех наших материалах нет ни одного клеевого связующего. То есть в наших материалах нет клея. Наш материал не является синтепоном. Наш материал создается термическим способом. Термопол. Отсюда название термополотно. Именно это обусловливает абсолютную экологическую и гигиеническую безопасность наших продуктов. Именно это позволяет применять наш продукт в гипоаллергенных товарах. Именно это позволяет применять и рекомендовать к применению к дальнейшему наши материалы в медицинских изделиях и даже в продукции для новорожденных. Для многих это будет сегодня открытием, предполагаю, но я хочу сказать, что наши материалы рекомендованы для применения в продукции при прямом соприкосновении с кожей младенца от нуля до трех лет. Бортики в кроватке, детские матрасики, подушки, одеяло – это все гипоаллергенные, абсолютно экологически безопасные материалы, которые мы выпускаем. И примерно такие же материалы, созданные по такой же технологии, мы предлагаем для строительства. Это точно такие же термоскрепленные материалы, это точно такие же безопасные, практичные, удобные и очень легкие продукты, которые становятся сейчас необычайно популярными. Когда-то в 2005 году мы задались вопросом, а можно ли в целом применять наши материалы в строительстве? Ведь первоначально они предназначались для одежды и для мягкой мебели. И в 2006 году был реализован уже, в 2006 году был реализован первый проект с утеплением и шумоизоляцией холофайберов. В настоящее время данный проект успешно существует, наш материал прекрасно работает, и в данном случае мы не получаем никаких рекламаций за весь период по утеплению и шумоизоляции, по работе и по соответствию тех свойств, которые были заявлены в рекламе. На протяжении всех этих лет мы не получили, постучу по дереву, если его здесь найду, постучу, да, на выставке деревянное домостроение надо найти дерево, постучу по дереву, за все это время мы не получили ни одной рекламации в адрес утепляющего и шумоизолирующего материала холофайбер. Нашим материалом в последние годы начинают утеплять ангары для техники, ангары для военной техники. Наш материал применяется не только в Москве и Московской области, хотя это, наверное, основная среда нашего, так скажем, обитания, потому что наиболее продвинутая, что ли, аудитория находится именно в Москве и Московской области, пробная такая для любой новинки, для любых новых материалов, это, в общем-то, свойственно и характерно. Но очень приятно то, что и регионы начинают сейчас активно подтягиваться, и наш материал применяется и в Калининграде, и в Магаданской области, на Сахалине, на Чукотке, в Краснодаре, в Сочи и так далее, и так далее. Если мы будем говорить о зарубежном применении материала и о поставках, например, ангаров и ангарных сооружений, то у нас есть открытая информация, в большинстве случаев, кстати говоря, по госзаказам информация закрытая, но у нас есть информация о применении наших материалов в строении на объектах в Новой Гвинеи и на Франции Иосифа. То есть вы представляете, это диапазон практически во всей нашей земле, в общем-то, да, в различных регионах климатических применяются наши материалы. Вы удивитесь, но наши материалы невозможно заморозить. Это такая синтетика, которую невозможно заморозить всеми имеющимися природными температурами. Заморозить наш материал и сделать его ломким и кулким может только лабораторная установка или криокамера. Минус 60 градусов — это тот утеплитель, минус 60 — это та температура, которую выдерживает прекрасно утеплитель для одежды. Минус 80 градусов — это та минусовая температура, которая не может справиться с эластичностью, гибкостью наших полиэфирных волокон. Это свойство полиэфирного волокна, стопроцентная синтетика. И именно сегодня мы говорим о возможностях и особенностях применения наших материалов в строительстве. Начнем с минуса. Наш материал является горючим. И все заявления компаний, которые производят синтетические утеплители и наполнители о том, что материал является негорючим, — это ложь. Материалы являются горючими. Вообще, в принципе, все материалы имеют определенную степень либо классификацию горючести. Наш материал имеет в соответствии с общепринятым российским классификатором степень горючести КМ4. Категория горючести предосхищаю ваш вопрос Г3. Все другие типы сертификации, которые доказывают негорючесть материалов, являются ложными, либо несоответствующими действительности. Материалы обладают горючестью. Синтетические материалы, полиэферные материалы — горючие. Однако, вы спросите, а что же вы тогда лезете-то в строительство, в конце концов, со своими горючими материалами? Однако наши материалы являются материалами, не распространяющими пламя. Давайте проведем небольшой опыт, который, в принципе, ответит на вот этот самый, наверное, злободневный вопрос, а что же вы с горючестью-то в строительство. Посмотрите, спичка, горящее пламя. Возьмем, например... А, у меня даже горелка есть. Даже и спички не понадобятся. У меня есть газовая горелка. Температура на выходе, я думаю, градусов 400, не меньше. Попробую сейчас ее поджечь. Попробую поджечь, и мы увидим, что будет происходить. Да, открытое пламя, я думаю, видно. Горелка нагревается, специально даю время. Вы видите, что произошло. Значит, произошло оплавление, коксование, оплавление полиэфирной основы. Но воспламенение продукта не произошло. Таким образом, да, огонь действительно нарушает структуру нашего материала. Но ни короткое замыкание, ни искра, ни непогашенная сигарета не воспламенит наш материал. Вы знаете, в павильоне запрещено курить. Но если есть курильщики, и кто-то готов поделиться сигаретой, есть такие? У кого-то сигареты есть? Сигарета у кого-нибудь есть? Поднимите руку, чтобы я видел. Но не жалейте сигарету. Дайте сигарету. Воспламенит. Пожалуйста, прикурите и положите тлеющую сигарету прямо на кусок нашего материала. Вы можете так. Только не курите, потому что это запрещено, иначе нас оштрафуют. Курить здесь нельзя. Мы кладем тлеющую сигарету на наши материалы. Вы, кстати, можете выбрать любые материалы. Можете положить даже внутрь упаковки, если хотите. Прямо внутрь упаковки, так, чтобы люди видели. Мы можем накрыть любым из наших материалов. Мы можем накрыть, чтобы не было распространения табачного дыма. Мы можем накрыть любой разновидностью материала. Тлеющую сигарету. Ну и понаблюдаем, что будет происходить. Потом напомните, чтобы я вытащил просто и показал вам, что там будет твориться. Примерно такой же эффект будет происходить от тлеющей спички, от горящей спички, от различных типов. Горящая спичка. Вы прекрасно видите, что происходит. Происходит горение, оплавление, коксование полиэфирной основы. В том случае, если мы положим наверх какой-то другой наш материал, например, это межвинцовый материал, холофайбер строй. Смотрим, что произойдет. Происходит оплавление, коксование, но распространение пламени не происходит. Вы это можете повторить. Я предполагаю, что все видят. Достаточно убедительный пример. Поджечь наш материал можно. В костре сжечь его тоже можно. Но, как вы видите, элементы бытового воспламенения нашему материалу не страшны. Это не значит, что наш материал... Это не говорит о том, что наш материал не горючий. Это говорит о том, что наш материал не распространяет пламя. Должен заметить в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом о рекламе, что повторять такие вещи опасно для здоровья. Пожалуйста, не повторяйте это, либо повторяйте в безопасных местах. Это была обязательно такая вставочка, которую мы должны сделать в любом случае. Значит, наши материалы термоустойчивые. На наших материалах можно печатать. В данном случае демонстрирую образец сублимационной печати. То есть можно наносить различные типы изображений, которые не истираются. Они не стираются в стиральной машине. Они не истираются. Они не растворяются в воде. Таким образом, на основании этих материалов можно делать сразу несколько видов и утепляющих, и декоративных панно. При помощи наших материалов можно утеплять срубы. Это межвенцовый утеплитель. Это тот самый межвенцовый, знаменитый уже теперь утеплитель холофайберстрой, межвенцовый. Образцы вы можете получить по итогам нашей презентации. При помощи нашего материала можно создавать шумоизолирующие прослойки. Наш материал рекомендован для наружного и для внутреннего применения и использования. Возможно, для кого-то это будет открытием сегодняшнего мероприятия и данной выставки, но срок годности материала практически не ограничен. Волокно, которое применяется для создания нетканных материалов холофайберстрой, в земле, во влажной среде, в естественной биологической среде, не разлагается на протяжении 70, вдумайтесь, на протяжении 70 лет. 70 лет материал может лежать в луже, в озере, в пруду, в воде. Он может быть подвержен солнечному воздействию, он может быть открыт семи ветрам, и с ним практически ничего не произойдет. Единственное, что он потеряет свой белый и пушистый вид. Кстати, обратите внимание, что наши материалы белые и пушистые. Это на самом деле так. Это не просто маркетинговое заявление, это, как вы видите, буквальная констатация факта. А с точки зрения наших специалистов, менеджеров, производителей, нетканные материалы холофайбер обладают преимуществами, именно поэтому мы называем, что материал, мы и говорим, что материал состоит практически из одних преимуществ, и именно поэтому называем его, может быть, с небольшой долей юмора, белым и пушистым. Я надеюсь, что вы тоже, как и практически вся аудитория, принимает это с пониманием, и я думаю, что те материалы, которыми вы воспользуетесь, и которые будете применять в строительстве своих, загородных строений или постоянных строений, или объектов, которые вас интересуют, я думаю, что в таком определении, белый и пушистый, абсолютно безопасный, абсолютно надежный, вы не разочаруетесь, а более того, только утвердите себя и нас в этом мнении, прислав фотографии, описания дополнительные, рекомендации и так далее. Итак, немножко конкретики, потому что много лирики, немножко конкретики. Как и зачем можно применять нетканные материалы холофайбер? Основным направлением для применения нетканных материалов, еще раз скажу, является утепление и шумоизоляция. Мы рекомендуем применять нетканные материалы для утепления крыш, чердаков, для уплотнения углов. Мы предлагаем применение нашего материала, и в принципе это делается на протяжении многих лет, применение в качестве межстенового утеплителя. Межэтажные перекрытия, особенно в тех случаях, когда конструкция не предполагает использование утеплителей с высоким весом. Утепление для окон, для оконных рам. Утепление для полов. Это уникальный утеплитель для подвалов. Обратите внимание, потому что грибок не распространяется, и влажность нашему материалу не страшна. Мы сейчас проведем еще один опыт, и в принципе убедимся в этом вместе с вами. Одно из самых популярных в последнее время вариантов применения утепления, это подкровельный материал. Это утепление крыш. Утепление балконов и лоджий. Одно из самых популярных в последнее время также применений нашего материала, это межвинцовый утеплитель. Вместо льна, джута, пакли, а также ряда брендовых материалов, которые представлены на рынке. Это более технологичный материал, более надежный материал, и, как вы видите, более безопасный. Кроме этого, нашим материалом можно заполнять полости профилированного проса, а также, если вы затеяли строительство в зимнее время, или в условиях минусовых температур, или в условиях высокой влажности, или перепада дневных и ночных температур, существует особенность применения нашего материала, как термоматы, термоматы для фундаментов. Во всех случаях применяются различные материалы, как вы понимаете. Еще раз напомню, что в целом на рынке представлено более тысячи разновидностей нетканых материалов холофайбер, но для строительства мы предлагаем несколько десятков. Вместе с тем, вы необычайно креативны и творчески настроены, если вы посетили эту выставку. Вы можете применять нетканные материалы так, как вам это будет интересно, или так, как вы посчитаете нужными. У нас есть разработанные рекомендации, в соответствии с которыми мы, учитывая то, что это рекомендации, рекомендуем применять и использовать наши материалы. Данные рекомендации появились не просто так. Это рекомендации заслуженного изобретателя Российской Федерации, кандидата технических наук Валентина Годовича Граника. Именно на своих объектах он первоначально испытывал наш материал, прежде чем эти рекомендации создать. Эти рекомендации в открытом доступе есть в интернете, но в том случае, если вам они необходимы, то после презентации каждый из них может получить их совершенно бесплатно. Я их выдам. Особенно обращаю внимание на те рекомендации, которые представлены в основном буклете. В двух словах объяснено, как применять, зачем и почему. Чем это отличается, например, от минваты или от базальтовой ваты, или от других типов утеплителей. Это, кстати, один из наиболее частых и наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем в последнее время. Что касается нестандартного применения, вы видите, что у меня представлены не только полотна и пласты, вы видите, что у меня представлены еще и так называемые шарики. Да, да, да. Это те самые шарики, которые применяются в подушках и игрушках. Это те самые фирменные шарики. Именно так они выглядят от нашего производства, которые являются безопасными. Это те шарики, которые могут служить десятилетиями. Это те самые гипоаллергенные шарики, которые находятся в подушках высокого качества. К сожалению, очень много контрафактов. Очень много контрафактов на рынке, поэтому под словом «холофайбер» вам могут на рынках продавать, увы, некачественный либо контрафактный товар. Буквально, наверное, и двух лет-то, наверное, еще и не прошло. Как мы запретили использовать, категорически запретили использовать наш товарный знак другим производителям, в том числе и строительных синтетических материалов. Но никак они не могли продать свой материал, и обязательно нужно было написать слово «холофайбер». Мы говорим, ну придумайте свой товарный знак, в конце концов. Зачем же наш использовать и обманывать людей? Обратите внимание, что на продукции с «холофайбером», будь то одежда, строительные материалы, подушки, одеяло, игрушки, обязательно должен стоять товарный знак «эрочка». Это наш товарный знак. Кстати говоря, по товарному знаку, вы тоже, наверное, удивитесь, он отнесен к группе особо охраняемых товарных знаков в России и за рубежом. Товарный знак «холофайбер» зарегистрирован в Беларуси, и вы тоже, наверное, удивитесь. Некоторое время назад мы получили символ мира из Украины, мы получили совершенно неожиданное подтверждение наших добрых намерений, мы получили регистрацию товарного знака на территории Украины. Именно поэтому наш товарный знак и наша технология особо охраняемая. В России несколько лет назад мы получили знак ОТЗ, общеизвестный товарный знак. Мы провели несколько исследований и поняли, что аудитория очень хорошо нас знает, очень хорошо ориентируется по нашему товарному знаку. Поэтому в любом случае, когда вы приобретаете, обязательно обращайте внимание, чтобы «холофайбер» был именно брендированный. Это именно фирменный материал, который обеспечит те свойства, о которых я сейчас говорю. Единственный производитель в России – компания «Термопол», компания «Термопол Москва». Кстати говоря, если у кого-то есть заинтересованность ознакомиться с технологией, с особенностями производства, я, пользуясь случаем, приглашаю вас. Предварительно вы можете позвонить по телефону и договориться о времени и о возможности ознакомления с нашей технологией, с особенностями выпуска наших материалов. Как правило, мы, конечно же, рады видеть корпоративных клиентов, но мы прекрасно понимаем, что и частные лица являются лидерами мнений, являются авторитетами. В дальнейшем это наши сторонники. Поэтому мы будем рады видеть вас и на выставках, и на различных мероприятиях, которые мы устраиваем, и на сайтах, которые у нас в изобилии присутствуют в интернете. А найти нас тоже достаточно просто. Я просто немножечко отвлекусь. holofiber.rf.rf или сайт holofiber.ru или по названию завода «Термопол». Но я отвлекся от нестандартных типов применения. Я назвал несколько видов стандартного применения. Они на экране до сих пор. Это, кстати говоря, наш корпоративный сайт. Лендинг-страница, в соответствии с которой вы можете тоже делать определенные выводы и создавать запросы. Ну а это те шарики, которые мы знаем, еще раз скажу, по подушкам, по одеялам. Но несколько лет назад из Новосибирска мы получили интересный совершенно отклик о том, что данные шарики были применены в качестве межэтажного утеплителя. Конечно же, мы заинтересовались этим проектом. Нам было необычно узнать о таком формате применения, ведь есть замечательные полотны и пласты для межэтажного утепления. Но нет, наш пользователь, наш партнер в дальнейшем уже заявил, что именно в таком виде он хотел бы утеплить свой дом. В настоящее время дом утеплен, прошло несколько лет. Пользователь очень и очень доволен. Это было нестандартное применение. Мы не рекомендовали так применять наши материалы, но наши пользователи, наши друзья, наши покупатели подсказывают нам возможности применения. И вот даже такое применение в дальнейшем вылилось в то, что одна из компаний, именно компания «Лоджи Ко», показала и другим компаниям тоже пример для заполнения щитовых конструкций. В Тверской области, в городе Рыбинске существует интереснейший проект, и щитовые конструкции заполняются в качестве утеплителя. Вместо эковаты, например, или вместо каких-то других типов утеплителей заполняются вот такими нашими шариками. Еще раз говорю, это нестандартное применение. Гораздо лучше и правильнее утеплять вот такими материалами или делать шумоизоляцию в таком плане, как здесь представлено. В данном случае 500-й плотности, как мы говорим, 500 граммов на метр квадратный, либо 1000 граммов на метр квадратный. Но в том случае, если есть возможность и необходимость применения дополнительного и дополнительных форматов, пожалуйста, здесь творчество ваше только приветствуется. Я обещал вам показать небольшой пример по гидроскопичности, по нулевой гидроскопичности. Это тоже один из самых часто, наиболее часто повторяемых вопросов, наверное, за все 10 лет. Что происходит с водой? Как материал реагирует на влагу? Один стакан пуст, второй полон. Обратите внимание, что происходит при наличии жидкости. Практически вся влага, не задерживаясь в нашем материале, перешла из полного стакана в пустой. Через несколько минут, минут через 30-40, этот материал будет абсолютно сухой. То есть естественные конвекционные потоки полностью испарят влагу с поверхности волокна. Если бы мы сейчас имели здесь лабораторные весы и положили перед опытом, и вот сейчас, в настоящий момент, после опыта, то мы поняли, что разница в весе составляет не более 1%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что гидроскопичность наших материалов, а в частности волокна полиэфирного, составляет менее 1%. Что касается лабораторных исследований, конечно же, мы это делаем не только на пальцах. Наверное, это самый испытанный материал, наверное, это самый исследованный материал, протестированный материал. За эти 10 лет мы имеем 100 патентов, кстати говоря, зарегистрированных 100 патентов по нашим инновациям и по нашим разработкам. Но так вот, в лабораторных условиях, конечно же, мы даем наши материалы для анализа и получаем результаты 0,6-0,9% по гидроскопичности. То есть даже влажная среда, в которой применяются наши материалы, ну, например, это баня, или, например, это плохо вентилируемое строение, или, например, это подвал. То есть влажная среда не воздействует на наш материал. Очень интересно, что даже под открытым воздухом наши материалы могут находиться на протяжении нескольких лет. Нескольких лет на открытом воздухе, под солнцем, под влагой, в межсезонье, то есть перепады температур до 30-40 градусов, плюс 20 летом, минус 20 зимой, на протяжении нескольких лет, и наш материал будет оставаться белым и пушистым. Единственное, что он будет пылиться. Но это тоже, в общем-то, для такого набора свойств и качеств, наверное, будет скорее преимуществом, чем недостатком. Таким образом, наши материалы обладают уникальной степенью надежности. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, то прогорела наша сигарета. Посмотрите, что произошло. То есть произошло оплавление, коксование полиэфирной основы, но распространение пламени, воспламенение пламени не произошло. Наш материал в этом отношении достаточно безопасен. Если у кого-то есть желание, и вы, уважаемые посетители, не побрезгуете, вы можете потом, по истечении нашей презентации, подойти и понюхать этот материал. Вы можете представить вот этот запах достаточно неприятный табака, особенно такого перегоревшего уже табака, но наш материал этот запах не удержит. После того, как я проведу несколько раз, так скажем, по воздуху, полностью основные воздушные потоки вымуют, так скажем, и останутся только такие незначительные. Практически не будет пахнуть этот материал. Еще один пример, который, наверное, близок дачникам и владельцам частных домов, это тоже тот самый пример из частного такого применения и сохранения запахов. Многие спрашивают, мышки поселяются в этом материале? Что делают мышки? Грызут они его или нет? Вредят или нет? Хочу сказать, что мышки поселяются, здесь чудес нет, и крысы поселяются иногда, но факт заключается в том, что питательной средой наш материал не является. Это стопроцентный полиэфир. Грызуны не любят наш материал. Охотники на грызунов, в продолжении темы по сохранению запахов, коты, домашние коты, если, например, наш материал хранится в сарае или где-то на чердаке, как вы понимаете, будут оставлять свои следы. И нам было очень интересно узнать, особенно в первые годы нашего продвижения, что даже коты не могут оставить свои метки на наших материалах. То есть это достаточно быстро выветривается. А происходит это по одной простой причине. В основе наших материалов небиологические материалы. Стопроцентный полимер, стопроцентный полиэфир, которые не впитывают влагу. То есть там нет частиц, которые бы способствовали размножению бактерий и, соответственно, формированию неприятных запахов. Немножко конкретики еще от лирики, от таких примеров с котами и мышами. Выпускаются наши материалы в виде рулонов, пластов. Рулон представлен в данном случае передо мной. В виде пластов. Это шумоизоляция, акустические материалы и утеплители. В виде лент. Вы их видите перед столом. Это межвенцовый утеплитель. И одна из наших творческих разновидностей это дублированные материалы. Пользуясь случаем, я приглашаю ознакомиться с разновидностями дублированных материалов. Но в нашем стыне...